Здравствуйте! Сегодня вашему вниманию хотелось бы представить лекцию по судебной экспертологии, тема организации производства судебной экспертизы. В действующем Уголовно-процессуальном кодексе предусмотрено назначение судебной экспертизы по запросу защитника или представителя потерпевшего. Идея о повышении активности защитника в собирании доказательств и расширении его полномочий высказывалась неоднократно. В качестве позитивного опыта приводилась практика проведения судебных экспертиз по инициативе адвоката в англо-саксонском праве, где каждая из сторон может привлечь эксперта для исследования и дачи заключения. Преимуществом данной нормы является то, что прежде всего она дает возможность реализации принципа состязательности сторон, участвующих в процессе. При этом формы реализации этого принципа в отношении к защитнику предлагались самые разные. Ученые-юристы посчитали целесообразным предоставить защитнику право проводить параллельное расследование с совершением следственных действий и изложением своих выводов в особом процессуальном документе, который назывался «Оправдательное заключение». Согласно норм УПК, защитник или представитель потерпевшего в целях собирания доказательств праве получать сведения, необходимые им для защиты путем инициирования производства судебной экспертизы. В соответствии со статьей 276 УПК, в случае производства экспертизы по запросу защитника или представителя потерпевшего предоставляются необходимые материалы, а возмещение расходов возлагается на лицо, в интересах которого экспертиза проводилась. Затем переходим к следующей теме – методы судебного экспертного исследования. Метод судебного экспертного исследования – это система логических и экспериментальных способов получения данных для решения вопроса, поставленных перед экспертом. Методы экспертизы должны отвечать прежде всего требованиям допустимости к применению в уголовном судопроизводстве. Применяемые экспертные методы должны соответствовать требованиям законности и этичности, поскольку используются в сфере судопроизводства. Также должны отвечать конституционным принципам законности и нравственным критериям общества, то есть не ущемлять права граждан, не унижать их достоинства. Методы экспертизы должны быть рентабельными, то есть затраченные силы и средства должны соизмеряться с полученными результатами. Результаты применения методов должны быть очевидны и наглядны для всех участников судопроизводства. Многие методы, применяемые в криминалистических экспертизах, были разработаны экспертами-практиками, которые применялись впервые, и они были нетипичными, новыми для практики. Методы, возникшие на практике, затем проходили научную апробацию и после этого внедрялись в экспертную деятельность. В экспертной практике нередкие случаи применения комплекса методов расследования. При производстве комплексных и комиссионных экспертиз могут быть применены различные методы каждым экспертам. Но даже тогда, когда экспертиза проводится одним экспертом, то есть единолично, эксперт может применять комплекс нескольких методов, которые дополняют друг друга из разных областей знания. Далее, тема заключения эксперта как средство доказывания. В соответствии со статьей 92 Гражданского процессуального кодекса, заключение эксперта – это представленные в письменной форме выводы по вопросам, поставленным перед экспертом судом или дознавателем-исследователем. Заключение эксперта должно быть составлено в течение срока, который предусмотрен законом о судебно-экспертной деятельности. При наличии обстоятельств, препятствующих проведению экспертизы в установленный срок, эксперт обязан письменно сообщить об этом суду. Заключение составляется после производства необходимых исследований с учетом его результатов, и в указанный срок представляется органу, который назначил судебную экспертизу. В случае проведения экспертизы органом судебной экспертизы подпись эксперта закрепляется печатью указанного органа. Заключение должно содержать обоснование невозможности ответить на все вопросы из поставленных вопросов, если обстоятельства выявлены в ходе исследования. К заключениям также должны быть приложены оставшиеся после исследования объекты, в том числе образцы. Заключение эксперта не является обязательным для суда, но в случае согласия с ним об этом должно быть указано в решении суда. Допрос эксперта может быть произведен только после оглашения заключения эксперта, в случае, если оно недостаточно. Ясно, заключение эксперта всегда дается в письменном виде, это предусмотрено 92-й статьей Гражданского процессуального кодекса, поэтому некоторые ученые относят его к письменным доказательствам. Однако эксперт не просто закрепляет в письменном виде ставшую ему информацию в ходе исследования, а получает в результате исследования, проведенного на основе специальных научных знаний, новую информацию, которую потом излагает в заключении. В действующем уголовно-процессуальном кодексе предусмотрено назначение судебной экспертизы по запросу защитника или представителя потерпевшего. Идея о повышении активности защитников в собирании доказательств и расширении его полномочий высказывались неоднократно. В качестве позитивного опыта использовалась практика в англо-саксонском праве, где каждая из сторон может привлечь эксперта для исследования и дачи заключения. Конечной целью этого виделась прежде всего возможность реализации принципа состязательности сторон, участвующих в процессе. При этом формы реализации этого принципа по отношению к защитнику предлагались самые разные. Ученые-юристы посчитали целесообразным предоставить защитнику право проводить параллельное расследование с совершением следственных действий и изложением своих выводов в особом процессуальном документе в оправдательном заключении. Согласно норм уголовно-процессуального кодекса защитник или представитель потерпевшего в целях собирания доказательств в праве получать сведения, необходимые для осуществления защиты путем инициирования производства судебной экспертизы. В соответствии со статьей 276 Уголовно-процессуального кодекса в случае производства экспертизы по запросу защитника или представителя потерпевшего расходы возлагаются на лицо, в интересах которого экспертиза была назначена. Уголовно-процессуальное законодательство содержит ограничения по использованию в ходе судебного разбирательства в качестве доказательств показаний свидетеля, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых. Помимо этого, сами показания этих лиц в силу человеческого свойства допускать ошибки при восприятии, запоминании и воспроизведении событий всегда в той или иной степени являются субъективными. Кроме того, всегда были и остаются актуальными проблемами лжесвидетельства. В связи с этим трудно переоценить значение судебной экспертизы. Причем в большинстве случаев органы предварительного следствия и суда назначают судебно-медицинскую экспертизу. Судебно-медицинская экспертиза проводится при определении характера и степени вреда здоровью, причины смерти потерпевшего, и в некоторых случаях по закону она обязательна. Поэтому от того, как организовано проведение судебно-медицинской экспертизы, зависит в дальнейшем качество уголовного судопроизводства по делам о преступлениях против личности. Правовой основой судебно-экспертной деятельности, помимо законов, являются нормативно-правовые акты, регулирующие организацию и производство судебной экспертизы. Однако по-прежнему ведомственные нормативные акты никак не определяют конкретные сроки производства того или иного вида судебно-медицинской экспертизы, отдавая решение этого вопроса на усмотрение руководителя государственного судебно-экспертного учреждения. Не определен порядок и сроки хранения предметов и биологического материала, изъятых при проведении судебно-медицинской экспертизы. Не регламентированы правила проведения судебно-медицинского осмотра трупов судебно-медицинского освидетельствия лиц, которые вправе назначать следователя в ходе проведения проверок, сообщений и заявлений о преступлениях. Не определен порядок работы врача-специалиста на месте происшествия и при проведении других следственных действий. Нет утвержденных форм судебно-медицинской документации, отвечающих требованиям современного процессуального законодательства. Длительное время не разрабатывались и не утверждались правила проведения и определения тяжести, причиненного потерпевшему вреда здоровью, в связи с чем экспертам приходилось пользоваться устаревшими нормативными актами. Серьезная проблема – это отсутствие четкой и детальной регламентации порядка формирования выводов и ответов на поставленные перед экспертом вопросы. Это приводит к тому, что на основании одних и тех же результатов исследования судебными медиками могут быть сделаны противоположные выводы. Так, например, одни судебно-медицинские эксперты отказываются отвечать на вопросы о том, были ли иные повреждения получены в ходе борьбы или самообороны, считая, что они выходят за пределы своей компетенции. А в других случаях судебно-медицинские эксперты отвечают на данные вопросы. Разная практика формирования выводов судебно-медицинских экспертов обусловлена различными подходами тех или иных специалистов в области судебной медицины к возможности формирования ответов на поставленные им вопросы в категорической или вероятностной форме. Подобная практика проведения судебно-медицинских экспертиз противоречит нормам законодательства. Заключение эксперта должно обосновываться на общепринятых научных и практических данных, которые в нормативном порядке судебной медицины никак не определены. Во многом причиной сложившейся ситуации является то, что в стране фактически нет единой системы судебно-медицинской экспертизы. Следующая тема у нас – методы судебно-экспертного исследования. Методология общей теории судебной экспертизы включает в качестве необходимого элемента методы и методики решения задач судебной экспертизы. Метод экспертизы – это система логических и инструментальных операций получения данных для решения вопроса, поставленного перед экспертом. Операции, образующие метод, представляют собой практическое приведение знаний, закономерности объективной действительности или получения новых знаний. Методика экспертизы – это система методов, применяемых при изучении объектов судебной экспертизы для установления фактов, относящихся к предмету определенного вида, рода и подвиды судебной экспертизы. Методы экспертизы основываются и формируются на, первое, соответствующих научных методах, второе, характере и свойствах объекте экспертизы и третье, на опыте решения практических задач. Принято различать методы исследования, примененные в науках при разработке теоретических и экспериментальных проблем и методы, применяемые в экспертной деятельности. Однако это деление весьма условно, так как используемые в экспертной практике методы также имеют научный характер, поскольку основываются на достижении науки и техники. Научная обоснованность экспертного метода имеет существенное значение для его практического применения. Научная обоснованность подразумевает надежность метода с точки зрения возможности получения с его помощью достоверных результатов. В соответствии метода этому требованию должно содержаться в базовой науке, где было испытано первоначально. Помимо научной обоснованности, возможности применения метода экспертизы в судебно-экспертной деятельности определяются следующими требованиями. Итак, метод экспертизы должен отвечать прежде всего требованию допустимости применения в уголовном судопроизводстве. Это требование подразумевает соответствие метода букви и духу закона, то есть принципам процесса установления истины при рассмотрении судебным экспертом. Применяемые экспертные методы должны отвечать требованиям законности и этичности, поскольку используются в сфере судопроизводства. Они поэтому должны отвечать конституционным принципам законности и нравственным критериям общества, то есть не ущемлять права граждан и нравственным критериям общества, не унижать их достоинства, издекать угрозу и насилие и не приводить к нарушениям норм процессуального права. Кроме того, допустимость экспертных методов определяется его безопасностью для эксперта. Например, многие специальные естественно-научные методы для их реализации требуют высокого электрического напряжения, использования вредных для здоровья реактивов или излучений, что выдвигает на первый план при их применении требования соблюдения техники безопасности. Методы экспертного исследования также должны отвечать требованиям сохранения объекта в том же виде и состоянии, в котором он поступил на экспертизу. Разрушение, уничтожение объектов разрешается только в особых случаях по согласованию со следователем или судом, назначившим экспертизу. К неразрушающим методам исследования вещественных доказательств относятся такие, которые никак не влияют на объект и не требуют для их реализации пробоподготовки. Но поскольку в ряде случаев приходится оказывать определенное воздействие на объект, то применяются методы, не разрушающие объект, но изменяющие его состав, структуру или отдельные свойства. Тем не менее, в судебной экспертизе приходится применять такие методы, не разрушающие образец, но требующие для его изготовления разрушения или видоизменения объекта. Или методы полностью или частично разрушающие образец или объект исследования. Срок производства экспертиз регламентируется нормативными актами, поэтому метод экспертизы должен выбираться для его использования с учетом этого критерия. Таким образом, далеко не все технические средства и методы, применяемые в различных областях науки и техники, могут использоваться в экспертной практике. Методы экспертизы должны быть рентабельными, то есть затраченные силы и средства должны соизмеряться с ценностью полученных результатов. Результаты применения методов должны быть очевидны и наглядны для всех участников судопроизводства. Основными оценочными показателями любого метода исследования с точки зрения целесообразности его использования являются 1. Сложность, определяемая объемом работы. 2. Экономичность, определяемая затратами на проведение исследования. 3. Влияние на объекты исследования, определяемое возможностью повторного проведения исследования. 4. Безопасность, определяемая влиянием на здоровье исследователя и степенью вероятности несчастных случаев. 5. Эффективность, то есть действенность, характеризующаяся возможностью получения достоверных результатов при проведении исследования. Метод может быть разработан в той области научного знания, которая является базовой для производства экспертизы одного или нескольких видов и создан для собственных научно-практических исследований в этой науке. К таковым, например, относятся большинство физических, химических и биологических методов исследования, применяемых в соответствующих науках после адаптации, ставших экспертными методами. Метод может быть сформирован в результате специальных научных разработок на основе фундаментальных положений базовой науки в интересах конкретной экспертной области с учетом специфики объектов исследования. Такие методы разрабатываются в интересах экспертной практики в базовых научно-исследовательских институтах, подразделениях, академических учреждениях и учебных заведениях. Многие методы, применяемые в криминалистических экспертизах, были разработаны экспертами-практиками, которым пришлось впервые исследовать нетипичные для исследования методы. Методы, возникшие на практике, затем проходили научную апробацию и после этого внедрялись в экспертную деятельность. В структуре экспертного метода необходимы три элемента. Это обосновывающая часть, операционная и техническая часть. Обосновывающая часть содержит изложение научной базы, на которой основан метод представления о результатах его применения. В операционную часть входят действия, операции, приемы, осуществляемые методы. И техническая часть включает в себя различные средства, приборы, которые позволяют реализовать данный метод. Так, методы исследования огнестрельного оружия основаны на закономерностях, усматриваемых в конструировании оружия, закономерностях внутренней и внешней баллистики, используя приемы криминалистического изучения оружия и боеприпасов. В экспертной практике нередкий случай применения комплекса методов исследования. При производстве комплексных и комиссионных экспертиз могут быть применены различные методы каждым экспертам. Но даже тогда, когда экспертиза проводится одним экспертом, он может применять при исследовании несколько методов. Переходим к следующей теме. Заключение эксперта как средство доказывания. Существует несколько концепций судебного доказательства. Наиболее обоснованной является точка зрения, отражающая взгляд на судебное доказательство, как единое понятие, в котором взаимосвязаны фактические данные и средства доказывания. Указанная точка зрения отражена законодателем в Гражданско-процессуальном кодексе. Заключение эксперта – это тоже источник или средство доказывания. В соответствии со статьей 92 Гражданско-процессуального кодекса, заключение эксперта – это представленные в письменной форме выводы по вопросам, поставленные перед экспертом судом или сторонами, основанные на исследовании объектов экспертизы, проведенном с использованием специальных научных знаний. Заключение эксперта должно быть составлено в письменной форме и в течение срока установлено законом о судебно-экспертной деятельности. Заключение составляется экспертом после производства необходимых исследований с учетом его результатов от своего имени, подписывается самим экспертом и заверяется печатью органа, от имени которого проводил исследование данный эксперт. В заключении эксперта должны быть указаны следующие данные. Первое – дата его оформления, сроки и место производства экспертизы. Далее – основание производства экспертизы, сведения об органе судебной экспертизы или эксперте, которому поручено производство экспертизы. Образование, специальность, стаж работы по специальности данного эксперта. Также отметка, удостоверяющая подписью эксперта о том, что он предупрежден об уголовной ответственности с задачей заведомо ложного заключения. Также вопросы, поставленные перед экспертом, сведения об участниках процесса, присутствующих при производстве экспертизы и данных ими пояснениях. Объекты исследования, содержание и результаты исследований с указанием используемых данных и также оценка результатов проведенных исследований, то есть выводы эксперта. Заключение должно содержать обоснование невозможности ответить на все вопросы, которые были поставлены перед экспертом. Если такое имеет место быть, то эксперт об этом должен письменно сообщить суду либо стороне, которая выходила с ходатайством о проведении экспертизы. К заключению также должны быть приложены оставшиеся после исследования объекты или образцы. Показания эксперта, данные им в ходе допроса, являются доказательствами лишь части разъяснения, дополнения либо уточнения данного им заключения. Заключение эксперта не является обязательным до суда, но в случае несогласия с ним об этом должно быть указано в решении суда. Если эксперт до проведения исследований убеждается, что поставленные перед ним вопросы выходят за пределы его специальных знаний, либо представлены ему материалы, недостаточно или непригодные для дачи заключения и не могут быть восполнены, либо состояние науки и экспертной практики не позволяет ответить ему на поставленные вопросы, он составляет мотивированное сообщение о невозможности дать заключение и направляет его в суду. Допрос эксперта может быть произведен только после оглашения заключения им, если оно недостаточно ясно, либо имеет пробелы. Эксперт не может быть допрошен по поводу обстоятельств, не относящихся к его заключению. Первым эксперта допрашивает сторона, по ходатайству которой назначена экспертиза. Если экспертиза произведена по соглашению между сторонами или по инициативе суда, то первым задает вопросы эксперту истец, а затем ответчик. Суд правит задавать эксперту вопросы в любой момент допроса. До настоящего времени дискуссионным остается вопрос о месте заключения экспертизы. По источнику формирования большинство ученых относят его к личным доказательствам. Некоторые авторы считают, что заключение эксперта является смешанным доказательством, поскольку присутствуют здесь два источника – эксперт и само вещественное доказательство. Мы считаем его личным доказательством, поскольку процессуальным источником заключения эксперта как доказательства является эксперт, который сформировал новое знание о данном объекте. По характеру формирования заключения эксперта следует отнести к первоначальным, но не к производным основаниям. Заключение эксперта всегда дается в письменной форме в соответствии со статьей 92 Гражданского процессуального кодекса, поэтому некоторые авторы относят его к письменному доказательству. Однако эксперт не просто закрепляет в письменной форме ставшую ему известной информацию, а получает результат исследования, проведенного на основе специальных научных знаний, он получает новую информацию, которую затем излагает в своем заключении. Доказательства могут быть классифицированы напрямые, отличающие однозначностью связи и косвенные, связь которых с доказательствами является неоднозначной или многозначной. По данному основанию заключения эксперта в зависимости от конкретной ситуации могут являться как прямыми, так и косвенными доказательствами.